В эфире телеканал Лайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, ее ведущий Александр Гурарье. Сегодня в КНЕСЭТ были поданы два законопроекта о внесении изменений в закон о браках, о вступлении в брак в Израиле для того, чтобы позволить парам, которые не могут или не хотят зарегистрировать свой брак в Рабануте, сделать это в посольствах иностранных государств. На секундочку, более 400 тысяч израильтян не имеют права сочетаться с законным браком в Рабануте по религиозным законам. На связи с нашей студией из Иерусалима автор одной из таких поправок Андрей Кожинов, депутат от партии Ешатит Телем. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Андрей, почему возникла такая необходимость? Я уже чуть-чуть как бы объяснил об этом, но все-таки. Государство до сих пор говорил этим парам, которые не могли жениться через Равенат. Ну, в чем проблема? Слетайте за границу, сделайте там гражданский брак, поженитесь где-нибудь в Чехии, в Праге, привезите нам документы. МВД это признает как брак, но с точки зрения религиозной мы не можем вас поженить на территории Израиля, якобы это подрывает статус-кво. И эта система работала на протяжении последних 25 лет. Я, кстати, напомню, в посольствах и в консульствах можно было жениться до 95-го года. Это то, что происходило в разных посольствах и консульствах. Там есть различия. Некоторые женят только своих граждан, некоторые женят гражданина Израиля только со своим гражданином. До 95-го года это происходило. После этого по просьбе государства Израиль, из-за того, что был подан иск высшей суд справедливости, причем Министерством внутренних дел, в посольство была направлена телеграмма, где было сказано, что, пожалуйста, прекратите заключать такие браки, потому что их статус в Израиле не совсем понятен, законный статус. То есть МВД обязаны эти браки записывать, регистрировать, но не обязаны их признавать. Понимаете, это абсурд. То есть с точки зрения, скажем, если вы поженились в посольстве Украины, например, я просто так говорю, с точки зрения Украины вы женатая пара, официально, с точки зрения Израиля вы непонятная пара. Причем, Андрей, я вас перебью. А почему, если вы поженитесь на территории Украины, то вас признают... А и приедете сюда. У вас признают женатые пары. У меня сейчас есть случай пары, которая поженилась в штате Юта в США с помощью онлайн-сервиса. Штат Юта предоставляет такую вещь. Это официальный брак, признаваемый в США. Эта пара официально жената в США, но Израиль не признает этот брак, она не жената в Израиле. То есть это доходит до абсурда. Во время коронакризиса невозможно улететь и пожениться за границей. Просто физически невозможно. Потому что страны становятся и приходят из статуса зеленых к статусу красных в течение двух недель. Вы даже не успеете собрать документы, вы не успеете технически, логистически к этому подготовиться. Плюс есть весь этот вопрос карантина, в который нужно входить. По дороге туда, по дороге обратно. Не суть важна. Это нереально. Сейчас год, люди не могут пожениться. А ультра-ортодоксы сделали все, чтобы не откладывать свадьбы, чтобы Министерство здравоохранения нашло выход из этой ситуации и позволило бы совершать обряды. То есть разговор идет про ультра-ортодоксальные свадьбы, которые продолжают, несмотря на все запреты. Да. И при этом, при этом, запрет там по количеству участников, но сами свадьбы разрешены. При этом государство просто забывает о тех тысячах молодых пар, которые год вынуждены ждать. А как мне сказал замминистра внутренних дел, ну а что у них горит-то? А почему, если у них не горит, а почему у других пар должно так гореть, что аж целое Министерство здравоохранения и все партии встают... Так может быть, они просто относятся к категории людей второго сорта? Создается такое впечатление, да, что люди не евреи поглохие в Израиле не имеют права жениться. И, как сегодня сказал заместитель по делам религий, он долго рассказывал историю еврейского народа и рассказывал, что во время Маковеев воевали с эллинистами, с теми, кто насильно пытался перевести евреев в греческую культуру. И, по сути, сравнил эти пары с теми самыми греками, с которыми нужно было воевать всеми средствами для того, чтобы сохранить идентичность еврейского народа. Ну, понимаете, это абсолютно... Мы сейчас там не находимся. Мы государство еврейское, демократическое в 21 веке. И сам факт того, что государство не готово решить проблему этих молодых людей, только отдаляет этих молодых людей от государства, отдаляет их от религии, отдаляет их от традиции. Мы должны решить эту проблему. Оставьте даже вопрос религии. Есть гражданские права, которых эти люди лишены. Например, если такая пара, неженатая, хочет усыновить ребенка или удочерить, они не имеют на это права, потому что за границей или в Израиле, потому что удочерять и усыновлять могут только женатые пары официально по статусу. Не едуимба-цебур, известный, так называемый статус известных в обществе, а женатые пары. Там есть вопросы очень большие и по искусственному оплодотворению, когда там нужно собрать огромное количество других документов. Если вы женатая пара, то, в общем-то, нет проблем. Если вы едуимба-цебур, известный в обществе, то у вас возникает огромное количество юридических препон, бюрократических. Есть огромное количество вот таких вот сфер и вопросов. Например, вот те самые удешевленные квартиры, программа «Махирля Миштаке». Если вы женатая пара, вы можете участвовать в розыгрыше этих квартир. Если вы неженатая пара официально, вы не можете. То есть государство принижает, то есть часть граждан абсолютно не поражает в правах, и часть граждан не являются равнозначно одноправными. И это то, что мы пытались изменить хотя бы на время коронавируса. Мы не пытались, я не пытался подорвать статус-кво, я не пытался отменить здесь равенат. Я пытался предоставить возможность этим тысячам пар пожениться. Причем посольство Норвегии готово это сделать. Посольство Норвегии готово женить двух израильских граждан с учетом того, что Израиль выразит свое согласие. Несогласие официально Израиля, это техническое несогласие. Андрей, давайте вернемся к тому, как проходило обсуждение голосования. То, что нам рассказали историю еврейского народа от Маковеев, это я уже понял. Жалко, что он не начал от выхода из Египта. Как голосовали другие партии? Опять-таки оставим в стороне религиозные, с ними все ясно. Как голосовали русскоязычные депутаты от других партий? Ну, это можно проверить в распечатке голосования. А Ликуд голосовал против в массе своей. Были депутаты от Ликуда, которые воздержались от голосования. Я читаю, что депутаты Юлия Эдельштейна и Тали Плоского голосовали против поправки Кожаного. Но воздержались по голосованию по поправке Савы. То есть было подано две поправки параллельно. Было подано две поправки. А что вы не могли договориться? Почему надо было две поправки подавать? Моя поправка говорит о тех, кто не может жениться через Равинат. Поправка Жени немножко более широка. Она говорит, в принципе, о двух израильских гражданах. Это единственная разница. Я не знаю, почему вот такая вот в данном случае разница при голосовании. Я действительно не проверял распечатку. Но я знаю, что Ликуд в массе своей голосовал против. В Кахоль-Ваван частично некоторые поддержали оба наших законопроекта. И даже некоторые представители Арабской партии, Объединенного Арабского списка, голосовали за этот законопроект. Вот я вижу, что Зея Фелькин не голосовал. Он не принял участие в голосовании. Тали Плоского и Юлия Эдельштейна, я уже сказал, проголосовали против этого. Так что вот русскоязычные депутаты на словах зачастую как бы заботятся о своих потенциальных избирателей, но на деле делают прямо противоположное. Хорошо, а Ликуд никогда вообще не инициировал подобных и параллельный вопрос? А не было бы ли заявлений в Верховный суд? Потому что это нарушение гражданских прав, самое настоящее. Идея изначально принадлежала депутату Кнеста от Ликуда Шарене Скель. Но она ее не довела до законопроекта. То есть ее задавили быстро? Я не знаю, задавили или нет, но ее законопроект не был вынесен на голосование. Ликуд сейчас в коалиции, они в коалиции с электродоксами, там и другая политика теперь. Теоретически, что говорит правительство? Поскольку нет заседания комиссии министров по законотворчеству, то мы в принципе против любых частных законопроектов, тем более законопроектов оппозиции. Поэтому мы автоматически голосуем против. То есть опять-таки здесь чисто техническое голосование, никакой идеологии тут нет? Здесь есть идеология. По факту сегодня депутаты от Ликуда голосовали за законопроекты, которые не были утверждены комиссией министров по законотворчеству. Например, по вопросам о возвращении денег тем парам, которые заказали уже залы торжеств на свои свадьбы, вынуждены были отменить свадьбу. За это Ликуд голосовал за. Это их электорат. А здесь они голосовали против. Видимо, Ликуд не рассматривает русскоязычных и смешанной пары, как неевреев по галахе, как свой электорат. Ну хорошо, учтем. Андрей, не могу не задать вопрос по поводу объявления Гедона Сара о выходе из Ликуда и формировании новой партии. То есть ему там сейчас уже пророчат энное количество мандатов. Понятно, что это все фикция. Вот эти вот первые опросы, они абсолютно ничего не говорят. Этих мандатов может быть как больше, так и меньше. Но тем не менее, закон сообщающихся сосудов гласит, что кто-то теряет, кто-то находит. То есть, насколько это отразится на электорате вашей партии? Мы поживем и увидим. Сейчас рано что-либо говорить, делать какие-либо прогнозы. Политическая ситуация меняется чуть ли не ежедневно, как вы видите. Мы до сих пор не уверены, идем мы на выборы или не идем мы на выборы. Будет сделка между Ликудом и Кахол-Лаваном, не будет сделки между Ликудом и Кахол-Лаваном. Поэтому рано очень давать какие-то прогнозы по тому или иному поводу. Я только хочу надеяться, что люди будут в конечном итоге голосовать и головой, и сердцем. То есть, люди должны видеть, кто отстаивает их интерес. Андрей, удачи вам. Мы слышим фоном идет заседание КНЕСЭТа, там громкие баталии. То есть, народ, так сказать, серьезно бьется за правду. Идите, присоединяйтесь. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что с нами беседовал депутат КНЕСЭТа от партии Ешатит Телем Андрей Кожанов. Продолжаем нашу программу. Продолжаем.